Глав старшина Леонид Зессерсон встретил День Победы на Балтике. Он тогда еще не знал, что для него 9 мая 1945 года война не кончилась. Мне 20 лет. Закончилась война. Обнимались, целовались, поедем по домам. Ночью подняли и в Владивосток, на Тихий океан с японцами. Там отвоевались тоже, освобождали Корею. Когда наступил мир, Леонид Борисович уехал на родину, в Петербург. И еще 50 лет работал на заводе. А Мария Дущенко работала с первого дня войны. Она труженик тыла. Вышла на пенсию в 71. Ребенком в голодные военные годы собирала зерно на полях. Работали, как всегда, малолетние дети. Летом все приходилось делать. И колоски даже собирали, и грузили машины. Я еще такая полная была по сравнению со своим возрастом. А зимой вот действительно и училась в школе, училась и работала в амбаре. Обычные люди воли судьбы ставшие героями. Они первыми прибывают на площадь Куйбышева, где состоится парад победы. Их встречают аплодисментами 20 тысяч человек. На трибунах нет свободных мест. Глава региона Дмитрий Азаров открывает парад приветственным словом ко всем жителям города. Дорогие земляки, сегодня мы ощущаем себя единым и непобедимым народом. Народом, который гордится своей героической историей. Продолжает традиции, заложенные поколением фронтовиков. Мы помним о людях, которые отцаяли для нас право на мирную жизнь. Созидательный труд, семейное счастье. По площади чеканят шаг 27 парадных расчетов. Это войска Центрального военного округа, Министерства обороны и силовых ведомств. За ними ученики военно-патриотических клубов Самарской области. Все ждут появления главного открытия этого парада. Впервые колонну военной техники возглавляет танк Т-34, реконструированный самарскими энтузиастами. Легендарная 34-ка – настоящий символ Великой Отечественной. От настоящего он отличается только тем, что не стреляет. Все-таки на дворе мирное время. За знаменитым танком следуют боевые машины, ракетные комплексы, артиллерия. Всего 49 единиц техники. Парад идет не только на земле, но и в воздухе. Боевые самолеты Самарского областного аэроклуба выполняют фигуры высшего пилотажа – бочки, петли и вертикали. Установленные на борту камеры снимают парад Победы с высоты птичьего полета. Как и в 45-м, самолеты рассыпают листовки. Каждая сообщает, что война закончилась. На площадь выходит Бессмертный полк. Фотографии своих воевавших родственников несут и простые жители, и первые лица. В шествии участвует глава региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Акция памяти Бессмертный полк ежегодно объединяет тысячи самарцев. Для многих пройти в День Победы по площади в составе многотысячного шествия уже стало традицией. Знаете, да, души захватывает, даже пробивает слеза. И гордость за то, что наши деды, прадеды, бабушки, дедушки, все отдали свою, кто отдал, кто вернулся с поля боя. Жизнь, чтобы мы наблюдали сейчас чистое небо, солнышко, чтобы мы рады, чтобы доросли наши дети, внуки. И жизнь дальше продолжалась. Площадь Куйбышева помнит самый первый парад Победы в Самаре. Он прошел здесь ровно 73 года назад и стал важнейшей вехой в истории города. Парад 2018 завершается и тоже становится частью нашей истории и памяти. Артем Устинов, Василий Калдашов. События.